А я сегодня в зоопарк решил пройти очередной. Почему-то много зоопарков у меня этим летом. В Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и в Москве я был в разных зоопарках. Мы не хотим, чтобы в нашем зоопарке кто-то плакал. Вот расписание зоопарка с 10 до 8 каждый день. Зоопарк называется Мадгаскар. Назвали в честь знаменитого мультфильма, где фигурировали у нас животные. А этот мультфильм, в свою очередь, назвали в честь острова Мадгаскар, где тоже очень много экзотических животных. Встречают нас сразу всякие кролики, козочки, контактный зоопарк. Прекрасный, куда могут войти люди с детьми. Особенно любят ходить. Кормить животных можно, с ними взаимодействовать. Маленький уютный зоопарк находится в Сормовском парке и входит в комплекс его каких-то развлекательных аттракционов. То есть есть различные аттракционы на территории парка и даже аквапарк, ну и зоопарк, соответственно, тоже. Поэтому, посещая все эти аттракционы, можно зайти в этот маленький уютный зоопарк. Он маленький такой, очень небольшой, но в этом его и прелесть. Его буквально за час можно обойти. Стоит недорого. 300 рублей билетик со взрослого. Если у вас есть Сормовская карта. Сормовского парка. Бюджетный вариант. Маленький уютный зоопарк. Сходили вечером, пошли дальше по парку и ходим по различным его аттракционам. Очень удобно. Звери за стеклом и в вольерах. Страусы, птицы различные, лисы, коровы. Вот священная корова, пожалуйста. Индийская. Кормить животных запрещено. За этот штраф 5000 рублей. Но некоторых можно, поэтому продают специальный кормак. 50 рублей стаканчик. И некоторых животных можно покормить. Вот лама осматривает свое владение. Это волк. Он старенький уже. Но видно, что матерый. Это тоже волк. Я бы вот с собакой, если честно, перепутал. Но это полярный волк. И лапки, видно, у него мощные. Тигры отдыхают. Тут очень много больших кошек. Они живут подвое в основном. Чтобы была опара. Львы и тигры. Льва я, к сожалению, не видел. Может, они прятались внутри где-то. Но тигры были в доступности. Львы и лисички. Очень странный у лисицы взгляд. Такой, как, не знаю, привидение. Носухи очень активные. Это родственники енотов. Поэтому они все время бегают, что-то собирают. Вот тигр проснулся. Тигрица и большой тигр. Готовятся к охоте. Это маленький ягуар. Леопард, вернее. Они бывают вот такие черные и в пятнышках. Но, по сути, это одни и те же звери. Просто разные расцветки. Вот уже большая кошечка. Взрослая особь. Это у нас рыси. Большие лапки у них такие. И ушки с этими. Это у нас олени. Их можно кормить. Вот он и ест. С удовольствием. Какие-то с рогами, кто-то без рогов. Вот такая территория зоопарка с указателями, лавочками удобными. Немного посетителей. Так спокойно, хорошо. Погода была 16 градусов тепла. Прохладненько так. Поэтому многие звери были в вольерах за стеклом. Где у них есть кондиционеры, освежители воздуха и так далее. Обезьянки очень активные. Много там разных обезьян. Но они все не крупные. Нет там крупных. Таких как горилла или орангутан. У этих обезьян родился детеныш. Он очень активно скачет. Играется. Обезьянки вечером уже готовились ко сну. Поэтому они так особо не прыгали. Лемуры. Ну и конечно медведи. Бурых медведей тут целых три. Они все такие большие. Есть у них там бассейн. Я видел как они купались летом. Массивные животные большие. Внушает так это уважение. Выдра играет с мячиком. Тоже очень активное животное. Большой у нее бассейн. Очень удобный. То есть даже в такую холодную погоду она спокойно плавает и хорошо. Ну еще немножко тигров. Что-то беспокоится тигрица. Высматривает жертвы себе. Но за стеклом она никого не тронет. А, да, вон второй спит. Мама, можно это, это можно как-нибудь напугать? Вот еще одна дикая кошечка. А это выставка монет, посвященных животных. Оказывается, этих монет уже очень много выпустили. Они посвящены животным из Красной книги. И вообще, в принципе, всяким зверям. Ежегодно выпускаются такие монеты. Можно собирать свою коллекцию. До встречи в Сормовском парке.